За несколько часов до начала гала-концерта дирижер сеульского оркестра Ноты Чол проводит генеральный прогон. Эта праздничная программа посвящена началу добровольного переселения корейцев в Россию. Сегодня это праздник концерта, дружебный концерт Россия и Корея. 150 лет попросим Россия и Корея. По сложному списке господина НО сотрудничество с оркестрами Австрии, Германии, США и Канады. Сейчас же он впервые готовит концерт вместе с артистами и музыкантами Театра Бурятской оперы. Артисты представили на суд зрителей не только народное творчество Кореи. Здесь и классическое искусство, и современные джазовые композиции. По словам генерального консула Кореи в России Пак Чоннама, его визит в Бурятию не случайен. Я бы хотела сказать, что бурятые корейцы похожи не только внешне, но также по своему образу мышления, а также по поведению. В нашей республике корейская диаспора насчитывает более 600 человек. Для них культурный визит земляков из Кореи стал приятной неожиданностью. Такой праздник мы не ожидали. Многие корейцы не знают об этом. Сегодня этот концерт, конечно, я бы сказал, для нас, конечно, не один, неожиданно, но знаменательный, конечно, для нас. И сегодня у нас много пришли корейцев на это представление. И мы очень довольны и рады тем, что с нашей исторической родины приехали артисты и представляют себя здесь, как республику Корея. Корейцы, проживающие в республике, получили от консула приглашение посетить свою историческую родину. По словам представителей делегации Южной Кореи, культурный визит в Бурятию – это не разовое мероприятие. К тому же два субъекта планируют наладить более тесное сотрудничество и в торгово-экономической сфере. Софья Евдокимова, Намсарай Намсараев, Вячеслав Суртиченко. Новости дня.